МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Надо прекращать. Хабиров потребовал заняться проблемой отсутствия отопления в Уфе. Андрей Кончаловский поставит Бориса Годунова в Башопере к юбилею Уфы. Уфимка открыла в бывшем монастыре творческое пространство. Чем оно интересно? В Уфе и четырех районах Башкирии нашли замечания по готовности к отопительному сезону. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова. О каких недочетах идет речь, не уточняется. Однако их надо устранить до 15 ноября. Глава региона Ради Хабиров дал поручение взять на контроль Абзелиловский, Белорецкий, Бураевский, Калтасинский районы и Уфу. Что касается Башкирской столицы, то он обратил внимание на Калининский район. Очень много жалоб по теплу. Вы давайте заканчивайте эту историю, значит, Алан Викторович. Вы так аккуратно заслушайте, в чем дело, ладно? И надо прекращать. Я вообще каждому главе говорю, занимайтесь, потому что на улице уже холодно, и люди очень сильно на это рефлексируют. Также Ради Хабиров поинтересовался, когда в Уфе завершат работы на улице Пушкина. Один раз Алан Викторович пережили, сейчас вы там что-то опять нашли. Неутомимый человек. По словам главы Башкирии, это влияет на дорожный трафик, который в городе и так сложный. Потому этот вопрос надо решить. В свою очередь вице-премьер Алан Марзаев ответил, что не может назвать конкретную дату, когда откроется улица Пушкина. Мы с Москвы привлекли большую сумму денег на Уфа-Водоканал, поэтому мы сейчас делаем капитальный ремонт сети. Поэтому и такой объем улиц мы заканчиваем ремонтируем. Еще одна тема. Уже второй год подряд Башкирия на первом месте во всероссийском рейдинге по защищенности прав потребителей. Потом идут Торстан и Оренбургская область. Помимо этого, на оперативном совещании обсудили темы здравоохранения, туризма, дорожно-транспортной обстановки в Башкирии. Андрей Кончаловский в Уфе. Прославленный режиссер поставит в Баш-Опере Бориса Годунова. Премьера состоится в следующем году. Повод – 450-летний юбилей Уфы. А перед этим журналистам дали возможность задать лично вопросы мастеру и руководству Баш-Оперы. Андрей Сергеевич с удовольствием принял наше предложение. Для нас было очень важно сейчас вот именно собраться всем вместе. Мы это сделаем в ближайшее время и будем решать, так сказать, пошагово все вопросы. Для обывателей Андрей Кончаловский прежде всего режиссер кино. Но в его биографии учеба в Московской консерватории и постановка таких опер, как «Война и мир». Евгений Онегин. Кстати, до Уфы Бориса Годунова тепло приняли итальянские зрители. А вот в Новосибирске, где Кончаловский тоже должен был ставить Годунова, оперу от маститого режиссера так и не дождались. Объясняется это поведением прошлого гендиректора новосибирской оперы. Там не случилось, потому что, по-моему, Кенбур куда-то убежал, отрастил в город и убежал. Но он все время начался с этим. Ну так не было. Слава Богу, что вот сейчас вот замечательный коллектив и художники как-то сидящие здесь. Свой вклад в новую постановку Кончаловский назвал посильным и заявил, что режиссер приезжает тогда, когда работа начинается и когда она завершается. Я мало опера я поставил, потому что мало приглашали. Я вообще человек жадный до работы, я почти всегда соглашаюсь на все, что меня приглашали. И так случилось, что вот Мацонис в это время интендант театра Ласкалова звонил мне и сказал, не хотите ли вы поставить Евгения Онегина. Я говорю, но, по-моему, там Никита Михалков приглашен после ночи. Он говорит, да, мы приглашали, но отказался. Так что я говорю, спасибо, Никита Сергеевич. Так я начал работать в опере. А после Андрей Кончаловский провел творческий вечер. На нем он рассуждал в основном на тему искусства, а вначале вспомнил про его связь с Уфой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, что это, но я не знаю, что это у меня видят корову в шляхе. Режиссура – это наполовину психотерапия, наполовину акушерства, признался Кончаловский. Чтобы получилась нужная эмоция, иногда приходилось быть жестоким. Например, дать пощечину польской актрисе Беате Тышкевич. А вот в Голливуде такие методы Кончаловский уже не применял. По его словам, за океаном актеры сами выставляют свет и камеры. Там нет места индивидуальности, заявил режиссер. Это не единственное, что не нравится Андрею Сергеевичу на Западе. Мне понравилось наполовину, наверное, которая сейчас так популярна. На Западе меня только спешит, как говорится. Потому что, то есть, вот Материцов сказал, что главная традиция для женщины – это юмор и власть. Если лучше ли я с ним умор и власть, то он всегда будет режиссер не нравится. В завершение творческого вечера, как сообщает информагентство «Башинформ», Кончаловский сказал, что Россия находится под санкциями Бога, и россияне могут выдержать все. Отвечая на вопросы зрителей, режиссер охарактеризовал себя эгоистом и назвал главным достижением жизни своих детей. Андрей Шарыгин, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. На улице Сочинской есть двухсотлетнее здание, которое сейчас превратилось в набор офисов. Но внутри все еще остается частичка истории, которую мы вам сейчас покажем. Здесь, если посмотреть все в панелях и квадратные потолочки, ну, нам дальше. На втором этаже исторического здания есть две комнаты. Здесь сохранилась дореволюционная кирпичная кладка, высокие арочные окна и сводчатые потолки. Их под слоем бетона и пластиковых панелей нашла уфимка Ксения, которая подбирала место для своей творческой мастерской. Рукоделье, творчество, художество – это то, чем я готова заниматься всю свою жизнь. Я решила, что я хочу себе творческую мастерскую. Я была готова рассмотреть любые помещения, но вот этот момент, чтобы у меня были окна-арки, он почему-то был для меня, ну, очень важным. Я пересмотрела много и в центре, и по проспекту, и случайно в какой-то момент наткнулась на Сочинскую. Здесь, конечно, было все совсем по-другому. То есть здесь был гипсокартон. Я понятия не имела, что здесь внутри, и понятия не имела. Оказалось, что дом номер 8 по улице Сочинская – памятник архитектуры. А двухэтажное здание – часть Благовещенского женского монастыря, первое упоминание о котором датируется 1826 годом. Советскую власть он целиком не пережил. В 1930 году основные здания монастыря взорвали. Здесь получали помощь и образование огромное количество женщин, попавших в сложную ситуацию. Вдовы, которые не успели выйти замуж до определенного возраста, например, да, сироты. Когда люди, конечно, заходят, проходят по коридорам и уже заходят в дверь, это такой эффект вау. И такие, о, боже мой, что это за красота. Но это, наверное, я не знаю, это как дверь в Нарнию какая-то. Когда я приехала сюда первый раз, мы начали разговаривать с собственником управляющей компании. Я делала как-то вот так, и был глухой звук. Я говорю, а здесь гипсокартон, что ли? Почему такой звук? Я сказала, говорю, давайте, я тогда, давайте, уберем гипсокартон. Выяснилось, что там кирпичная стена. Я зашла к соседям, и у них я увидела огромные своды. Собственник забрался на стремянку, открыл одну вот, одну из плиток, откинул ее, посветил фонариком. А там над твоим потолком еще три метра, и там просто огромные своды, красивейшие. У меня просто там сперло дыхание. Думаю, господи, давайте, пожалуйста, я вас умоляю, я забираю это помещение, я буду здесь делать ремонт. Я верну ему его первозданный вид и готова сделать для этого все. Так женщина в одиночку начала очищать дореволюционный кирпич, белить стены с потолками и обустраивать студию, которую она назвала «Свято место». Со временем Ксения арендовала и соседнее помещение, где нелишенные вкуса предыдущие хозяева тоже освободили красивую кладку от бетона. И просто я потихоньку-потихоньку начала каждый кирпичик очищать. И на самом деле я здесь иногда по 14 часов была, то есть я приезжала прямо рано утром. Если снять вот эти своды и эти стены, понятно, ради чего. Вот ради чего. Вот ради чего. Вот ради чего. Сейчас в большом помещении оборудована фотостудия, оформление которой меняется в зависимости от времени года. Здесь же читают лекции на разные темы и проводят музыкальные вечера. Я не могла позволить, чтобы сюда заехали какие-нибудь автозапчасти, резиновые лодки или что-то такое. Ничего не имею против автозапчасти, ничего не имею против резиновых лодок. Но давайте будем откровенны, что здесь этому не место, конкретно в этом помещении. Если бы оно было также замуровано с потолком Армстронг, с зелеными обоями, да, бога ради. Здесь может быть действительно все, что угодно и кто угодно. Но поскольку здесь уже эти своды, здесь уже колонны, мне кажется, что они немножко диктуют условия. Вернув историю еще одной локации в Уфе, удалось преобразить и само место. Теперь Ксения размышляет над тем, как сделать бывшие монастырские помещения еще одним культурным центром города, наполнив его яркими событиями. Егор Полторыхин, Виталий Федотов, Телеканал ЮТВ Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok